приветствую вас на канале проект хочу свой дом и сегодня мы поговорим о таком этапе работ как обвязка брусом и крепление непосредственно этой самой обвязки давайте начинать поехали значит в общем и целом уже на установленные буронабивные сваи смонтированная доска сечением 200 на 50 в три ряда присутствует у нас доска антисептирована огнебиозащитой что вы можете видеть по цвету доски это непосредственно вот такой вот красный красно-розоватый оттенок присутствует у нас подкладка в виде гидроизоляции технонико для того чтобы подсечь два разных материала это дерево и бетон данная обвязка в три доски о которых я вам говорил смонтирована по периметру всего будущего дома также будущей террасы что вы можете лицезреть сейчас на картинке и дальше происходит крепление для этого пером на 50 просверливается отверстие глубиной примерно полтора-два сантиметра для того чтобы туда будущем легла шайба после этого сверлом по дереву просверливается вся глубина обвязки после этого сверлом по бетону просверливается примерно 12-15 сантиметров в самой свае далее происходит монтаж непосредственно крепления крепление состоит у нас из шпильки диаметром 12 миллиметров шайбы и гайки также на шпильку установлена цанга это цанга является в принципе крепежом все это дело забивается прокручивается до определенного момента заключительным этапом крепления обвязки монтажа обвязки на свайное поле непосредственно на буронабивные в нашем случае сваи является прокрашивание всей обвязки специализированной мастикой также стоит обратить внимание что надо не забывать устанавливать вот такой вот крепежный элемент как уголок усиленный на каждый внутренний угол вот в принципе все дорогие друзья таким образом монтируется обвязка на буронабивные сваи если вы проектируете дом сип панелей и не только если вы выбираете такой тип фундамента для своего будущего дома то в принципе проделав эти несложные шаги вы сможете достичь вот такого вот результата а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова